Приветствую вас на моем канале. В данном видео я хотел бы рассказать о своих моделях транспортных средств, которые позже подлежат вылаживанию на 3D-стоке. При моделировании я прибегаю к неким упрощениям и особенностям моделирования, на которых я хотел бы остановиться поподробнее. В качестве примера использую модель Sherpa, снаряженного для зомби-апокалипсиса. Как мы видим, он представлен в виде сборки, которая состоит из укрупненных элементов, а именно корпуса, колес, задних осветительных приборов, элементов освещения, сидения, неких ящиков, коробок. Также у нас есть канистры, топоры, сирена и так далее. А потом применены массивы отражения. Если мы их скроем, в данном случае тут отсутствуют элементы. Вот, остановимся отдельно на каждом из них, пробежимся. Значит, откроем в начале корпус. Корпус моделируется, половина корпуса моделируется, а потом в конце производится зеркальное отражение всего корпуса. Так, откатимся до этого момента. Корпус делается полоннутри. Так, также корпус состоит из набора тел, представленных, как в данном случае мы видим, разными цветами. То есть у нас есть отдельно тело, отвечающее за раму, за дуги безопасности, за некий моток, решетки и так далее. Стекла тоже выполнены отдельными телами для удобства. Так, можем откатиться в самый конец. То есть, если мы посмотрим в начале дерева, набор тел, это у нас всевозможные элементы, которые сейчас подсвечиваются. Вот, это отдельные тела. Дальше. Следующее, это у нас колесо. Передние и задние колеса одинаковые. В данном случае представлены в виде центральной части и покрышки. Покрышка у нас полая внутри. На тот момент мне так захотелось сделать колесо из двух частей. По большому счету можно было сделать одной деталью и разными телами представить покрышку и центральную часть. Можем даже рассечь сейчас. Вот что в сечении представляет у нас колесо. Нам нет необходимости выполнять какие-то мелкие элементы. Они все равно будут незамечены при общем просмотре модели. И какие-то внутренние элементы, которые тоже скрыты от нашего наблюдения. Следующие элементы, это фонари. Они были выделены в отдельные детали для того, чтобы при моделировании сделать один, потом с него при копировании сделать второй, изменить настройки цвета. Тем самым у меня три одинаковые фонаря и в дальнейшем были массивом размножены на другую сторону. Следующий элемент это задний белый фонарь, задний красный. Передние фары выполнены в качестве одной детали, потому что удобно их будет размножать именно в сборке, так как справа находится одна фара, слева находится три. Дальше сиденье. Давайте разрежем всю модель. Рассечем. Посмотрим, что у нас внутри находится сиденье и некий бокс, ящик. Сиденье. Значит, это зеркальное отражение сиденья. Сейчас мы в дереве сиденье. Данное сиденье было загружено с бесплатного интернет-ресурса GrabCAD. Пересохранено из формата Step Solid. Сейчас оно представлено, состоит из двух тел. После этого были добавлены необходимые элементы в виде стойки, чтобы оно не висело в воздухе. И разведена насстройка цвета. Дальше. Ящик. Рулевое колесо. Давайте рассечем в другую сторону. Еще раз делаем рассечение, только в другую сторону. В данном случае это не рулевое колесо, а просто рулевой механизм, который выглядит таким образом. Вот, как два рычага, которые отвечают за блокировку или включение, вращение левой или правой стороной. Дальше. После выключим рассечение. Jerry Can. Это у нас канистра. Канистра была заимствована также с бесплатного интернет-ресурса GrabCAD и раскрашена в нужной цветовой гамме. Она состоит из набора тел. Так исторически сложилось, так автор сделал. И когда я импортировал с формата Step, он у меня в дерево насыпал такой набор тел. Также у нас есть топор, загруженный тоже с GrabCAD. Топор с другой стороны. Болткаттер или болторез. Болторез был немного доработан. То есть, если мы откатимся по дереву, вот это набор деталей, которые я оставил себе, все остальное удалил и позже произвел дополнительное построение. Следующая коробка вверху находится. Винч. Это у нас лебедка. Лебедка была также загружена с бесплатного интернет-ресурса. Рукоятка. Флешер. Это мигалка у нас наверху. находится. Она нарисована в упрощенном виде. Промахнулся. Так. Ладно, не будем на ней останавливаться. Обычное тело вращения. Сирена. Сирена была загружена также. Хук. Это крюк у нас. Крюк для лебедки. Загруженный. Так. Передний фонарь. Верхний. Это некое светодиодное чудо. Которое состоит из двух тел. Одно из тел это прозрачная лицевая сторона. И второе это сам непосредственно корпус, раскрашенный внутри. с раскрашенными поверхностями. Отразим обратно. Не надо сохранять. Дальше. Антенна. Антенна. Линии. Как я рассказывал в другом своем виде. По поводу раскраски поверх корпуса, поверх поверхности автомобиля. Мы можем создавать отдельно деталь. Создавать набор поверхностей. Придавать им толщину. И как бы вот это имитирует раскраску в солиде. Очень удобно, чтобы потом эту деталь можно было скрыть. В данном случае там слетела, а уже исчезла ошибка. Вот. Эту деталь, если что, при необходимости я могу вот так вот скрыть. И у меня нету раскраски этой. Отразим обратно. Остается у нас задняя лебедка. Задняя лебедка и задний крюк. После этого, после размещения всех элементов, были созданы массивы, линейные, зеркальные, для того, чтобы отразить следующую сторону. Вот таким образом мы получаем упрощенную модель, которая внешне выглядит так же, как оригинал. Нам нет необходимости прорисовывать и моделировать внутренности, которые все равно скрыты от внешнего обзора. Спасибо за внимание.